Сегодня в Москве открываются мобильные пункты для прививок и воспользоваться их услугами могут все желающие и гости города и приезжие. Мы сейчас протестировали практически совместными усилиями один из таких пунктов. Сейчас с нами на связи наш корреспондент Анастасия Тимончева. Настенька, здравствуй. Настенька, как ты меня слышишь? Да, доброе утро, коллеги. Хорошо вас слышу. И начну с того, что тот редкий случай сегодня, когда дождь мне только на пользу, он, так скажем, для этой темы нужную атмосферу создает, потому что речь пойдет про простуды, про болезни, про гриппы и о том, как можно от этого защититься. Собственно, в этом году врачи решили действовать по принципу, если вы не идете в поликлиники, то тогда они идут к вам, но в таком облегченном варианте. Сейчас мы вам этот самый облегченный вариант покажем. Такие вот мобильные прививочные пункты установили около нескольких станций метро. Ну как установили? Это обычный автомобиль, который просто будет переезжать с места на место и, соответственно, там. Все желающие, все люди, кто выходит из метро и ведет по своим делам, может быть, на работу, могут потратить всего несколько минут для того, чтобы сделать прививку и, собственно, защитить себя от этой болезни. С сегодняшнего дня начинается эта вот прививочная кампания и до ноября можно совершенно бесплатно зайти в такой пункт и сделать себе прививку. Мы сейчас пообщаемся с доктором, он буквально через несколько минут освободится, ну а пока покажем вам, как же выглядит внутри этот пункт. Уже несколько человек, вот на наших глазах порядка 10 человек зашли туда и сделали себе прививку. Здравствуйте, вот скажите, пожалуйста, как началась сегодня прививочная кампания? Мы буквально на минуточку вас прервем, у нас просто прямой эфир. Активно люди сегодня подходят? Вот из-за течения часа уже прошло 13 человек. В этом году вакцины делаем прививки? Есть ли там какие-то новые штампы, которых не было в том году? Вакцины, которые приводили неоднократно, это прививка Грифов Плюс, в которых никто не носит, хорошо, не носит на себя. Вакцины, какие-то осложнения, побольше отняться. Поэтому вакцины себя вызывают прививок, и у них подачи, и через битвы. Кому нельзя делать прививки? Какие есть ограничения по вашей кампании? Вакцины, которые прививки нельзя делать лицам, которые есть в любви, лицам, которые в настоящее время имеют какие-то инфекционные заболевания, или температуру, ангина и так далее. Лица, у которых в путь в годы сопутствующих заболеваний. Спасибо огромное. Вот сейчас мы посмотрим, как раз молодой человек, мы так понимаем, вы как раз решили сделать прививку, да? Это тоже. Я не скажу, что я, почему я скажу, что я не скажу, что я не скажу, что я не скажу. Не, ну почему же? Вот сюда приехали несколько, много достаточно журналистов, и я думаю, сегодня они, многие решат сделать себе прививку. Ну вот я, к сожалению, не могу сделать, потому что у меня проблемы с горлом, а я так знаю, что нужно быть полностью здоровым, да, для того, чтобы прививаться. Вот. А так, молодой человек, вы решили все-таки на прививку? Я это решил осознанно, потому что почему бы и нет, и это необходимо нам всем. Скажите, а вы уже делали до этого прививки, и как вообще результат? Действительно ли не болели? Проблемы со здоровьем особых нет, но потребность в этом необходима. Так вам будет спокойнее, наверное? Я думаю, да. Всем москвичам. Спасибо вам огромное. В общем-то, я добавлю, что самый такой активный период, когда буйствует эпидемия, он начинается в декабре, в январе, и врачи говорят, что вот именно сейчас самое то время, когда можно сделать прививку, потому что как раз-таки за месяц примерно сформируется иммунитет защитный, и как раз вы будете, так скажем, во всеоружии, когда начнется та самая эпидемия. Вот несколько еще человек тоже заходят внутрь, собираются сделать прививку. Ну, я чуть позже вам расскажу, действительно, как активно все это проходит, и где можно будет встретить такие мобильные прививочные пункты. Ну, это еще раз повторю, что, по крайней мере, из нашей съемочной группы никто сегодня прививку делать не будет. Ну, у кого-то в силу того, что болеет сейчас человек, а другие просто не хотят по каким-то своим личным размышлениям. Но, действительно, это очень удобно, и, по крайней мере, многих людей это интересует, потому что идут и делают прививки. И откуда-то все знают о том, что вот началась такая кампания. То есть хорошо проинформировали население, на самом деле. Коллеги. Настенька, а вот такой вопрос. Коллеги, съемочная бригада отказали сделать прививки, а ты? Ты тоже не решилась. Я не могу сделать прививку, потому что у меня сейчас некоторые проблемы с горлом есть, а нельзя делать прививку, если ты не полностью здоров. Вот такое есть ограничение. Понятно. А подскажи, пожалуйста, людей не смущает такая, ну, мягко скажем, антисанитария? Ведь все-таки рядом с метро улица, это не поликлиника, это не кабинет врача, а именно просто газель, насколько я понимаю. Ну вот сейчас я бы прямо задала вопрос, ну, сейчас занята девушка, которая зашла внутрь, попозже у нее спрошу. Ну, по крайней мере, вот те люди, которые до этого выходили, совершенно их не волновали эти вопросы, они убеждены, что здесь соблюдены все необходимые меры, тем более, что здесь сейчас рядом есть и представители департамента здравоохранения. Мы можем ответить на все вопросы, и врачи, и все говорят о том, что здесь действительно все сделано по правилам и по нормам, и, собственно, опасаться нечего. Большое-большое тебе спасибо, Настя. Выздоравливай, лечи свое горло. Я напомню, это была моя коллега Анастасия Тимоничева. Она рассказала о мобильных прививочных пунктах, которые работают сегодня у станции столичного метро.